Также Аллах сказал «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и желайте приближения только лишь к Нему». То есть разными видами. Ибну Кафир, втолкуя этот аят, приведя разные-разные мнения ученых, таби'инов и так далее, из подвижников по отношению к слову «Василя», что это означает? Сказал «И на самом деле все то, что упомянули эти толкователи, на самом деле в нем нет никакого разногласия». То есть имеется в виду, что «Василя» это не какое-то обращение к кому-либо, нет. Это приближение к Аллаху через единобожие, через разные виды проявления единобожия, через разные виды поклонения. И никто из них не упомянул, что взывание к каким-то погребенным и так далее, и тому подобное. Или же посредничество и так далее. И Аллах вместе с этим, братья, всем, то есть знал, что действительно люди будут взывать. И поэтому донес до них, братья, такой довод, после которого нет довода. Разъяснил им их положение с их сотоварищами, вот этими, которыми они взывают, помимо Всевышнего Аллаха, как на этом свете какое у них положение будет, так и на этом. На том, точнее. Аллах сказал О люди, те, к кому вы взываете, помимо Всевышнего Аллаха, не владеют Катмиром. Что такое Катмир? Катмир, кто из вас кушал финик? Когда ты кушаешь финик, у тебя косточка бывает. На косточке бывает что? Бывает посередине ямочка. В ней бывает фитилек. И сбоку, с другой стороны, бывает что? Такая плева. Так или не так? То есть такая, как будто бы, то есть пленочка. Вот эта пленочка, это Катмир. Почему я остальные все привел? То есть фатиль, это вот этот фитилечек, который там бывает спереди. Аллах сказал Валя, юзлямуна фатиля и так далее. То есть хорошо, то есть привел это слово. И также Накир, это что? Это вот это вот, то есть выемка, которая посередине ядра финика бывает. То есть В любом случае, то есть даже этой ерундой, которая никому не нужна абсолютно хорошо, то есть эти, они не владеют. Говорит Всевышний Аллах. То есть люди взывают к ним, для них такие мавзолеи строят и так далее. Боятся их и так далее. Аллах говорит, что они даже этой финичной плевой, то есть, Сабхануна, плевой точнее, не владеют. Даже ей, не говоря уже о самом финике, не говоря о дереве фиников, не говоря о чем-либо другом. Ладно. Не владеют они ей. Но быть может они ответят нам на наш зов. Аллах Сабхануна говорит, То есть если вы будете взывать к ним, они не услышат вас. Как так не услышат? Ну может быть они нам будут помогать. Аллах Сабхануна говорит, Даже если бы они могли вас услышать и услышали бы вас, они бы не ответили вам ничем. Ладно, не слышат ничем. Но мы же что-то для них делаем. Наверняка они в судный день нам чем-то помогут. Аллах Сабхануна говорит, А в судный же день они отрекутся от вас и от вашего многобожия, и расскажут тебе поистине, каким образом оно все будет, только лишь сведущий, знающий, то есть Аллах. То есть я тебе это говорю, и я знаю, о чем я говорю, говорит Всевышний Аллах Сабхануна. То есть Аллах Сабхануна, зная, доводит до тебя этот довод. Как можно после этого вызывать кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Сабхануна? Неважно, братья, какие оправдания эти люди приводят себе для этих деяний. Аллаху Мстан.